Соблюдают ли родители свои прямые обязанности, в каких условиях проживают их дети и как проводят досуг? Все это представители окружной полиции и социальные педагоги попытались выяснить в ходе совместного рейда по семьям, находящимся в социально опасном положении или состоящих на учете по делам несовершеннолетних. Репортаж Ирины Нежаловой. В рейд по неблагополучным семьям наша съемочная группа совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и начальником отдела ОПДН отправилась пятничным вечером. В одном из домов конец рабочей недели уже отметили. На столе бутылка из-под пива и бокалы. На диване спит молодая женщина, а на полу друг ее сожителя. Сам мужчина к моменту нашего приезда куда-то ушел. Накануне, изрядно выпив, он начал дебоширить, поэтому его мама позвонила в полицию. Поскольку в квартире находится несовершеннолетний ребенок, то на вызов приехали и представители отдела ОПДН. Показывать ребенка мы не будем по множеству причин. В соседней комнате находится бабушка с дедушкой, они-то и присматривают за внучкой. Кто знает, что могло бы произойти с ребенком, если бы их в этот момент не было рядом. Теперь родители девочки возьмут на особый контроль. На сегодняшний день в отделе по делам несовершеннолетних состоит 17 семей, в которых родители употребляют алкогольную продукцию. И также на территории муниципального района городской округ города Нарьенмар состоит 15 семей, находящихся в социально опасном положении. Сегодня в ходе рейда нами была выявлена одна семья, где родители находились в состоянии алкогольного опьянения. К данным родителям будет приняты мир административного воздействия. По дороге к следующему адресату мы посетили несколько мест, в которых чаще всего собираются подростки. Кто-то из них курит, кто-то пробует алкоголь. На этот раз нам таких встретить не довелось. Ребята попались хорошие. И тем не менее, на всякий случай, с ними провели профилактическую беседу. Еще одни ребята, которых мы увидели на своем пути – мальчишки, взрывающие петарды на крышах гаражей. Где взяли петарды, мальчики? Купили. Кто купил вам? Вот. Нет. Да, мы нам продали. А почему вы их на крыше взрываете? Я не знаю. А вы вообще в курсе, что можете упасть? В несовершеннолетнем пиротехнические изделия запрещены. Хорошо. Вам нельзя, потому что… А почему нам продают? В каком магазине? Там, в Лилии. В Лилии? В Литсите. В Литсите. Значит, мы вопросы будем задавать уже продавцам. Вам нельзя продавать и использовать пиротехнические изделия. Очень много было травм. Давай, поищи. Ну, сейчас поищу. Когда в руках взрываются пиротехнические изделия. Петарды, вот которыми вы взрываете. Едем дальше. Еще к одной семье, состоящей на учете. В квартиру нашу съемочную группу не впустили. Но у комиссии по делам несовершеннолетних претензий к родителям не возникло. Взрослые и трезвые, дети накормленные. Возможно, отмечают участники рейда, семья встала на путь исправления. И в скором времени представители полиции и социальные педагоги забудут дорогу к их дому. А пока отправляемся к следующему адресату – многодетной маме, которая находится в сложном финансовом положении. Дома женщина не оказалась, но ее сосед заверил, что дети всегда при маме. Жалоб на семью у него нет. Нету. А когда бывают дома? Они сегодня были дома. С семьей детьми? Да. Сидит четверо с ней, да? Да. А куда она ночевать приходит кому-то, да? Ну, она так там на выходные, она к кому-то уезжает. Дети постоянно с ней? Одни находятся в квартире, дети? Нет. Подобные рейды проводятся не только по городу и поселку Искателей, но и во всех населенных пунктах округа. Там именно в эти дни, как в городе, проводятся аналогичные рейды теми составами, которые там есть в деревнях. То есть участковые, да? Администрации, ну, сельских поселений, учителя, родители. У нас рост по совершенным правонарушениям у несовершеннолетних в связи с употреблением алкогольной продукции, а также у родителей, которые употребляют алкогольную продукцию. В два раза у тех и у других в этом году, к сожалению. Ну, по сравнению с прошлым годом. Такая вот неутешительная статистика. Всего за этот вечер участники рейда проверили пять семей. В целом, нареканий к ним не возникло, за исключением первой семьи, о которой мы рассказывали в начале сюжета. Как нам стало известно сегодня, родители маленькой девочки поставят на учет, как семью находящуюся в социально опасном положении. Кто знает, возможно, пример этих горе-родителей станет уроком для других. В конце концов, неужели бутылка алкогольного напитка может быть дороже благополучия и жизни собственного ребенка? Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.